МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Члены общественного совета при ОМВД России по Ленинскому округу проверили качество оказания услуг в миграционном управлении муниципалитета. Сегодня с такой небольшой проверкой с коллегами хотели бы узнать, как у вас проходит работа, как она налажена. Экологический марафон Дни зеленых действий добрался до Видного. Масштабный субботник прошел на набережной Тарычевского пруда. Здесь в следующем году планируется провести работы по благоустройству территории. Субботник во вторник. Так жители назвали Всероссийский экологический марафон Дни зеленых действий. Стартовала программа «Выстре» 15 июля, и вот добралась до Видного. Свой отклик акция нашла у многих жителей муниципалитета. Ведь место проведения уборки выбрано не случайно. Тарычевский пруд давно стал местом притяжения горожан. Мы уверены, что в следующем году, благодаря всем жителям, жителям ЖК «Зеленых аллей», в первую очередь, жителям прилегающих домов, мы сделаем очень хорошую точку притяжения, очень хорошее пространство, где можно будет гулять с семьями. И проект благоустройства местные жители одобрили. В экомарафоне приняло участие свыше ста человек. Среди них депутаты, сотрудники администрации и местные жители. Каждый смог внести вклад в общее дело – очистить место отдыха от мусора. Бытует действительно мнение, что субботник – это такой пережиток прошлого, и убираться сегодня должны дворники. Но мы здесь живем, этот наш дом, и дворники не мусорят, что самое интересное. Поэтому я всем хочу сегодня пожелать здесь, потрудиться во славу нашей территории. Прежде всего убираться – это важно, так как все-таки мы живем тут не одни, и за нами еще будут будущие поколения, которые не должны жить в том, что мы тут развели. Во время субботника участники могли внести свои предложения в народную программу «Единой России». Партия стала инициатором экологического марафона. Там есть анкета, которая может заполнить любой желающий и написать там то, что его волнует больше всего. Это не обязательно вопросы экологии, это и вопросы всей жизни, деятельности наших жителей. Это и образование, и здравоохранение, и благоустройство, и ЖКХ, и тарифы. Ну, все, что беспокоит на сегодняшний день. Видное – город-сад. Так до сих пор его называют местные жители. Но чтобы родная земля оставалась красивой, за ней необходимо ухаживать. Поэтому, узнав о субботнике, Юлия Афанова сразу решила принять в нем участие. Нас приучили родители. Мы все здесь посадили свое дерево. И было бы обидно, если город приходит в какой-то ненадлежащий вид. Своим оптимизмом, я думаю, что мы зажжем в сердцах наших видновчан. И все-таки они придут и тоже будут поддерживать вот эту чистоту. Сегодня в округе немало жителей интересуются вопросом экологии. Особое внимание приковано к предприятиям и промышленным зонам муниципалитета. Но и мусор в местах отдыха остается важной проблемой. Ведь со временем больше его часть попадает в воду. А значит, отравляет пруд. У нас постоянно планово ведется работа на территории городского округа. Закреплен отдельно выделенный инспектор. Так что при наличии экологических нарушений можно сообщать нам либо на электронную почту, либо в Добродел, либо в ЦУР для оперативных мер. Провести время с граблями в руках, как сходить в спортзал, полезно для здоровья. Но сегодня есть и такие люди, кто, услышав слово «субботник», начинает возмущаться. Я плачу налоги, а значит, заниматься этим должны специализированные службы. Но всем известно, что экология – это не про дворников. Экология – это про нас с вами. Александра Столярова, Александр Логинов. Видное ТВ. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В администрации муниципалитета прошло торжественное мероприятие, посвященное этому профессиональному празднику. Работника в строительной отрасли поздравил заместитель главы администрации Ленинского городского округа Сергей Гаврилов. Строитель в первую очередь – это созидатель. И переоценить значимость этой профессии практически невозможно, потому что все, что окружает человека в поседневной жизни, создано вашими заботливыми руками. Почетные грамоты и благодарственные письма были вручены представителям строительных компаний, ведущих свою деятельность на территории муниципалитета. Среди награжденных – Федор Богодеров, который уже более 10 лет работает в округе. Сейчас он руководит проектом выезда из 6-го микрорайона. Второй год работаем по выезду. Ну, по первому этапу. Первый этап, как такого, закончили. Остались недоделки небольшие. А со вторым этапом, ну, с автодором у нас пока тормозится. Мы продолжаем работать с автодором. Я думаю, что в сентябрь, начало октября дорога должна быть построена. Ленинский городской округ – один из лидеров Подмосковья по строительству жилых домов. Уделяется большое внимание и возведению социально значимых объектов в новых микрорайонах. Максимально на штабах основной аспект, который после сегодня праздничного мероприятия будет рассматриваться и озвучен, это строительство социальных объектов, которые очень необходимы на нашей территории. Сады, школы, поликлиники. Поэтому каждый раз дается четкая установка необходимости строительства в сроке. А желательно раньше времени их сдать и максимально приложить к этому усилия. После торжественной части состоялось очередное заседание штаба по строительству. Члены общественного совета при ОМВД России по Ленинскому округу проверили качество оказания услуг в миграционном управлении муниципалитета, работа с иностранными гражданами, выдача загранпаспортов, сроки и доступность. Вот главные вопросы, которые интересовали общественников. Итоги проверки в репортаже Юлия Погосян. Член общественного совета при ОМВД Ленинского городского округа Краснодар, Вячеслав. Вот сегодня с такой небольшой проверкой, с коллегами пришли, хотели бы узнать, как у вас проходит работа, как она налажена. Это помещение, видном на проспекте Ленинского комсомола, знакомо каждому, кто хоть раз выезжал за границу. Ведь именно здесь уже много лет выдают загранпаспорта. Раньше этот процесс занимал намного больше времени, а главное физических сил. Прием был в режиме живой очереди. Теперь все происходит через портал госуслуг. Но и в этом случае бывают сбои. Поэтому член общественного совета при ОМВД и решили лично посетить миграционное управление, чтобы понять, от чего зависит качество оказания услуг. Возможность записаться имеется на каждую услугу. Глубина записи не превышает для граждан РФ свыше 14 дней, для иностранных граждан не превышает 30 дней. В зале имеется терминал для оплаты госпошлины по оказываемой услуге, для удобства граждан, чтобы не посещать Сбербанк, почта, либо иные ведомства, где можно платить. Благодаря модернизации получить загранпаспорт сейчас несложно. Достаточно заблаговременно заняться этим вопросом. В этом теперь уверен Андрей Крупский, у которого горящие путевки в Турцию. Но сотрудники миграционного отдела пошли молодому человеку навстречу. Через госуслуги достаточно удобно подавать заявление, действительно. А что касается выдачи, ну вот я сегодня пришел, сегодня формально нет выдачи, но я объяснил ситуацию, что отпуск сгорает, и сотрудники пошли навстречу, вот сказали подождать, сейчас собственно сижу, жду. По регламенту на оказание услуги по выдаче загранпаспорта государству дается месяц. Многих заявителей такое положение дел не устраивает. С этим вопросом к миграционной службе обратились представители общественного совета. Когда гражданин сдает заявление на заграничный паспорт, после этого проводятся проверки, которые предусмотрены приказом МВД. То есть есть ряд ведомств, которые должны нам дать разрешение на выезд этого гражданина. И ровно для этого, вот эти 30 дней, это исходя из того, это столько дней, сколько нужно провести эти проверки. А бывает такое, что там и 30 дней не хватает? Бывает такое. Есть категория граждан, военнослужащие, те, которые служили в каких-то секретных войсках, мы об этом не знаем. И ФСБ действительно еще дольше проверяет таких граждан. Да, действительно, есть категория, которых и 30 дней не хватает. Но загранпаспорт для россиян – это лишь верхушка айсберга. Большая работа в миграционном отделе идет с иностранцами. Здесь они могут оформить вид на жительство, подать документы на гражданство, встать на миграционный учет. В целом, работа оценивается удовлетворительно данного отдела. И мы совместно с коллегами это и подтвердили. Это подтверждают и заявители, которые отметили, ленинский миграционный отдел – лучший в Московской области. Прием проходит на высоком уровне. Граждан очень принимают спокойно, в рамках действующего законодательства. Поэтому мы очень довольны с данным отделом по вопросам миграции. Подобные рейды общественники сейчас проводят регулярно. До этого они уже посетили госавтоинспекцию. До конца лета представители совета намерены проверить все подведомственные отделы Министерства внутренних дел по Ленинскому округу. Юлия Пагасиан, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня отмечается Международный день здорового сердца. И у нас в студии врач-кардиолог Видновской районной клинической больницы Анна Постникова. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, Всемирная организация здравоохранения считает сердечно-сосудистые заболевания одной из главных причин смертности людей. То есть, я так понимаю, Ленинский городской округ, видимо, в этой печальной статистике тоже не выбивается из общей статистики. К сожалению, вы правы, уровень сердечно-сосудистых заболеваний в последние десятилетия неимоверно вырос. Это связано как с экономическими событиями, с увеличением продолжительности жизни населения и общей мировой тенденции. Вот именно у нас в округе, то есть, как много людей приходит к вам на прием, и в основном, насколько тяжелые заболевания связаны с сердцем? К сожалению, приходят с достаточно тяжелыми, запущенными заболеваниями, с инфарктами, миокардами, с нарушением ритма, с гипертонической болезнью. Насколько, скажем так, помолодели эти болезни? К сожалению, значительно помолодели. Это связано как с интенсивной жизненной позицией. Молодые хотят всего здесь, сейчас и много. Мало отдыхают, много работают и вспоминают о своем здоровье, когда уже что-то произошло, что-то случилось, и не всегда обращаются к врачам своевременно. К сожалению, модная тенденция консультироваться через интернет или еще какие-то другие социальные сети, а еще лучше всего у знакомых, которые знают лучше, чем врачи. Но есть какие-то вот такие, может быть, минимальные симптомы, по которым человек может определить, что у него какие-то, что-то с сердцем не в порядке? Человек почувствует дискомфорт в области сердца, он перестанет выполнять ту нагрузку, которую он обычно выполнял, с легкостью. Он почувствует общую усталость, разбитость и, возможно, даже повышение артериального давления, которое он внезапно вдруг намеряет у себя в дом или в офисе, если у него будет такая возможность. Или, к сожалению, если совсем критическая ситуация, его ситуация заставит обратиться к врачам, и они ему поставят диагноз. Понял. То есть так, чтобы человек сам себя смог диагностировать, таких вот четких нет в принципе? Четких принципов нет. К сожалению, медицина сложная наука и очень многообразная, и многие болезни похожи. Вспоминаем старую историю. Трое в лодке, не считая собаки, он открыл справочник по медицине и посчитал все 100 болезней, нашел все 100. Как часто врачи рекомендуют проверять сердце и его здоровье? Если вы абсолютно здоровый человек, нет никаких жалоб, если вы занимаетесь интенсивным, активным образомом жизни, физическая нагрузка дозированная, то достаточно один раз в год проходить диспансеризацию. В том числе там будет делаться обследование, необходимое для диагностики заболеваний сердца. Ну и, наверное, важно задать этот вопрос. Какие существуют способы профилактики сердечных заболеваний? Самый главный способ – это положительный настрой в нашей жизни. В нашей сложной жизни, несмотря на все сложности жизненные и сопутствующие сейчас пандемию, это один из важных способов, достаточно умеренный образ жизни в плане «надо беречь себя», не только интенсивно работать, но и хорошо, правильно отдыхать. Достаточно правильно и рационально питаться, не переедать. Дозированная физическая нагрузка, и да будет нам счастье. Ну и, как я понимаю, скажем так, осторожно относиться к вредным привычкам? С осторожностью. Все, что не во благо нас, то нас все разрушает. Отлично. Хорошие и мудрые слова. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Рассказали действительно много интересного. Я думаю, люди, которые нас сегодня смотрели, они все-таки задумаются, особенно в этот день, задумаются о своем здоровье, и прежде всего о здоровье сердца, в общем, главного механизма в нашем организме. Спасибо огромное. Спасибо большое, что пригласили меня в студию. Всем здоровья, хорошего настроения, всех благ. Берегите себя. А я напомню, что у нас в гостях была врач-кардиолог Видновской районной клинической больницы Анна Постникова. К другим новостям. В Ленинском городском округе активно работает программа, в ходе которой узкие специалисты выезжают в амбулатории поселений, чтобы проводить прием пациентов. Вместе с нашей съемочной группой мобильная бригада медиков отправилась в поселок Горки-Ленинский, где был организован прием малышей от рождения до года. В амбулатории поселка Горки-Ленинский всегда довольно людно рассчитано учреждение на 75 приемов в смену, но зачастую людей приходит вдвое больше. В заведении работают 20 опытных специалистов, но и им необходима помощь, особенно, когда речь касается маленьких пациентов. У нас в амбулатории есть только детская стоматология, остального нет. Поэтому мы приглашаем и ортопедов, и офтальмологов, и неврологов, и узистов. Они приезжают, востребованность есть. Придя на прием к педиатру, педиатр уже знает, что этому пациенту нужен невролог, этому нужен окулист. И они ведут такую запись, где по следующему обзванивают пациента, приглашают на прием. Каждую неделю бригада специалистов выезжает в поселение округа. Потребность в таких приемах очевидна. Например, амбулатория Горок-Ленинских обслуживает 12 ближайших населенных пунктов. В среднем от 30 до 50 человек по-разному бывает, и по 60, вот смотря какой объем. Но что самое интересное, вот каждую среду приезжаю, и все равно список 24-25 человек бывает. На Грудничковый день в амбулаторию приехали невролог, хирург, офтальмолог, специалист по ультразвуковому исследованию и несколько других медиков. Каждый из них знает подход к маленьким пациентам. Будешь гимнасткой, гимнасткой будешь. О, как хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Местные жители также довольны тем, что раз в месяц в амбулаторию приезжают узкие специалисты. При каждой возможности, если ты вдруг приезжаешь, обязательно пользуемся, потому что это удобно в одном месте, все, никуда не надо ездить. Программа помощи узких специалистов жителям поселения стартовала более года назад, и все отмечают ее большой положительный эффект. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова